Добрый день всем слушателям и подписчикам моего канала. К вашему вниманию очередная задача от Куба Дорог на знание правил дорожного движения. Кто из зрителей поставил свой автомобиль на стоянку, нарушая правила? Нам предлагают следующие варианты ответов. Вариант номер один. Водитель красного автомобиля. Вариант номер два. Водитель синего автомобиля. Вариант номер три. Водитель желтого автомобиля. Вариант номер четыре. Водители синего и красного автомобилей. Вариант номер пять. Все водители выбрали запрещенное место для стоянки. Правильный вариант ответа, как всегда, в конце видео. А пока вы можете выбрать свой вариант ответа и время пошло. А пока вы решаете эту задачу, я хочу вас попросить поддержать команду Клуб Дорог, подписавшись на наш канал на площадке Яндекс.Дзен. Сделать это можно, перейдя по ссылке в описании. Итак, время вышло. Ваш ответ готов. А теперь вместе решаем нашу сегодняшнюю задачу. Участок дороги, на котором решили припарковаться наши водители, находится в населенном пункте. К тому же, дорога имеет одну попутную, одну встречную полосу. На таких участках дороги и остановка, и стоянка разрешены, как с правой, так и с левой стороны проезжей части. При условии, что нет иных ограничений. В данной ситуации такие ограничения есть. Это пешеходный переход. Правилами дорожного движения остановка и стоянка запрещены на самом пешеходном переходе и 5 метров перед ним. Разобравшись с этим требованием, давайте разберемся, кто из наших водителей нарушает правила. Водитель желтого автомобиля поставил свой автомобиль на стоянку за пешеходным переходом. Требования правил он не нарушил. Стоянка в указанном месте ему разрешена. Водитель синего автомобиля, перестроившись на левую полосу, остановился сразу за пешеходным переходом. Но если учесть тот факт, что он выехал на полосу встречного движения, то остановился он перед пешеходным переходом. А значит остановка и стоянка в этом месте запрещены. Водитель красного автомобиля тоже перестроился на левую полосу и остановился вроде бы перед пешеходным переходом. Но если учитывать тот факт, что он стоит на полосе для встречного движения, то он остановился за пешеходным переходом. Требования правил при этом он не нарушает. Соответственно, разобравшись с данным участком дороги, мы с вами выяснили, что только водитель синего автомобиля поставил свой автомобиль на стоянку, нарушая правила. Правильный вариант ответа в этой задаче номер 2. Ну, как-то так. Надеюсь, что вы тоже выбрали правильный вариант ответа. А я на сегодня с вами прощаюсь. Желаю всем удачи в достижении поставленной цели. До новых встреч.